Здравствуйте! Лично у меня складывается впечатление, что есть некие силы, которые с помощью телевидения, радио, печатных изданий, интернета хотят убедить людей в том, что на территории Украины и особенно на ее западной части, куда ни посмотри, живут бендеровцы, какие-то радикально настроенные националисты, фашисты, каракели, хунта и сливками вот этих всех негативных проявлений является правый сектор, без которого вообще ну никак, просто никак. Вокруг всего этого нагнетаются какие-то страхи, фобии и много мифов. Например, один из мифов, что здесь, на Западной Украине, все националисты снесли не только все памятники Ленину, но и снесли все памятники, мемориалы, мемориальные доски, например, участникам Великой Отечественной войны, что здесь ущемляет ветеранов, живых ветеранов Великой Отечественной войны. Над ними издевается, не празднует 9 мая, но, одним словом, страх и ужас, что здесь у нас творится. Вот я решил некоторые мифы, создаваемые вокруг Западной Украины, развеять. И сегодня, воскресным утром, начал с мифа о том, что здесь не чтут память погибших в Великой Отечественной войне. Утром, полседьмого утра, я встал, сел на велосипед и поехал в город ровно с камерой поснимать, какие памятники у нас есть, как мы чтим память о погибших в Великой Отечественной войне или погибших в других войнах, которые были в период СССР. Итак, первый памятник, к которому я приехал, точнее, это целый комплекс, называется Мемориал Славы. Вот сейчас я буду направляться вон туда. Мемориал Славы. Мемориал Славы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гражданской войны, боевые походы мы в наших сердцах бережем навсегда Это комплекс посвящен, я так понимаю С тем, кто принимал участие в Гражданской войне Он находится на улице Дубинской, рядом, точнее непосредственно на кладбище городском Около кладбища, можно даже так сказать Вот эта надпись на русском Западная Украина, город Ровно Вон там я только что был, там снимал видео И вот заехал в эту часть кладбища И мне бросились в глаза вот эти кресты Которые стоят одинаковые Их довольно много И я сначала подумал, что это возможно Немецким солдатам Или советским солдатам, скажем так Кресты Но, потому что они так однообразно сделаны Вот, но, как оказалось На самих крестах никаких надписей нету Но там вот есть доска мемориальная Сейчас я туда подойду Вот такая вот доска Вот такая вот доска Здесь крест То есть, можно предположить, что похоронены крестьяне И вот здесь написано Плохо видно на белом Что за язык, я не знаю Альфред Келли Похоже на польский Или похоже на какой-то чешский Не знаю, может быть немецкий Но, по-моему, это не немецкий Что здесь написано Может быть, кто владеет Буду признателен За предоставление информации Что здесь написано Кстати, ко мне потом уже дошло Что это все-таки могила Наверное, некого Альфреда Келли Потому что он жил, написано С 1897 по 1920 год А вот этот комплекс Посвящен погибшим Великой Отечественной войне Он находится на улице Дубинской На том же кладбище Кто не знает украинского Я переведу 2 февраля 1944 года Войска 13-й армии 1-го украинского фронта Освободили город Ровно от фашистских захватчиков По этому случаю 5 февраля 1944 года Наказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Почетные Почетные звания Римлянских Римлянских Отремолы Получили И дальше идет Перечень Всех Вооруженных формирований Это памятник Разведчику Кузнецову А вот это Памятники Героям Советского Союза Герой Советского Союза Партизан-разведчик Приходько Николай Тарасович В 43-м погиб А вот на территории Этого комплекса Лежат Плиты С выбитыми На ней Именами Всех тех Кто погиб При освобождении Города Ровно У всех Как видите Дата смерти 44-й год И вот рядом С этим комплексом На его же территории Есть Вот смотрю Такие Обычные Могилы С такими Ну обычными Памятниками Установлены И это люди Которые имели Непосредственное отношение К освобождению Которые в 70-м году Скончался Также В городе Ровно Есть памятник Тем Кто погиб На войне В Афганистане Которые имели На украинском Надпись Звучит так Пробачьте нас Что мы уже не с вами И что приходим Только лишь в сне Не дорекайте Гирькими словами Тим Кто уцелил На цей войне Это практически Можно дословно И Привести на русский Это будет звучать Даже почти в рифму Простите нас Что мы уже не с вами И что приходим Только лишь во сне Не Не упрекайте Горькими словами Тем Кто уцелел На той войне Вот так На западной Украине В частности В городе Ровно Чтут память Погибших В различных войнах Я не буду Никаких выводов Буду на заключение Говорить Какие-то слова Что вы делаете сами Спасибо, что смотрели Увидимся Пока Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok